Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйма и продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Так, у нас турнир закончился, поэтому забираем свой приз. А это у нас... Так, секунду. 7700, так, 35 ДНК на Рафаэля. Мне больше не интересуют осколки. 90 золотых и 45, ребята, платиновых. Ну что же, ладно, сгодится. Я, честно говоря, ребята, последний бой свой, вот, в понедельник пропустил. Я его просто-напросто глупо проспал. Ну, ничего не поделаешь, тоже человек, тоже могу уставать. Так что, ребятулечки, не обессудьте. Значит так, начнем, пожалуй, с выполнения заданий, пройти серию испытаний, сразиться в боях. Все это сейчас мы с вами будем делать. Зайду в магазин, заберу колоду. Забираем с вами... Так, кто у нас там? Кто? Ага, железная голова, понятно. Это неплохо, но он нам не нужен, если честно. Что у нас тут? Мутаген разыгрывается. И это я, ребят, сделаю за кадром, не буду вас томить. Так, и у нас... Да что ж такое, ребята? Следующий у нас, как вы видите, на арене Леонарда. Почему? Почему вы разыгрываете те карты, которые у меня есть? Ну, зачем вы так ко мне строго? Так, и, ребята, испытания у нас. Мани Майки, да, понятно? И городская война, тени на солнце. Мы это тоже с вами будем проходить. Но сегодня, я думаю, мы займемся турнирной ареной. Так как сегодня вторник, понедельник прошел у нас. А в понедельник, вы прекрасно знаете, все очень довольно легко и просто. Сегодня уже будет немножко посложнее нам пробиться на вершины Олимпа. Так, давайте мы здесь с вами, наверное, обменяем сюрики. Вау, ничего себе, сколько у меня уже. 14 тысяч, ребята, сюрикенов. Ой, сюрикенов. Ну да, сюрикенов. Так, давайте железную голову обменяем. И посмотрим, могу ли я где-нибудь что-нибудь такое себе приобрести. Так, во-первых, нужно глянуть, сколько у меня бакинских. Мне нужны, ребята, порталы. Без них я ничего не смогу сделать. Блин, а у меня не хватает. У меня всего лишь 424. Нужно 500. Ай-яй-яй, как-то плохо получается у нас с этим делом. Ладно, ребята, наверное, будем приступать мы с вами все-таки с арены. Я вот смотрю, ничего мы с вами не можем, к сожалению, прапать. Осколков у меня золотых 192, а платиновых 270. Конечно же, ребята, этого нам мало. Поэтому вперед на турнир. Начнем, пожалуй, да? Хотя, погоди-ка секунду, у нас же есть порталы? Хотя бы несколько, чтобы я смог задание завершить. Так, давай-ка мы вначале Бибопа найдем, да? О, у нас 13 штук. Хорошо, ребята, нам как раз хватит для того, чтобы сделать задания вот эти ежедневные. Чтобы у нас было с вами 5 откатиков для того, чтобы я смог хорошо здесь подняться по рангу. Так, Бибопа мы нашли с вами. И, соответственно, сразу же переходим к Донателло. Вот у него 92 ДНК найдено, нам остается лишь 8 найти. Конечно, сейчас у нас не получится. Ёлки-палки, вы как специально делаете мне, а? Так, ладно, хорошо, одно ДНК нашли. Давай второе. Так, 2 ДНК. В общем, ребята, если мы вот так будем с вами по 2 ДНК каждую серию искать, да, мы его прапаем, наверное, через 3 дня. Мы сможем его прапать. Да, получается, что 6 ДНК мы с вами наберем, и мы сможем его прапать на пятую золотую звезду. Кстати, смотрите-ка, ребята, у нас... О-оу, смотри-ка, у Бибопа, у Крипа что-то можем прапать. У Кунаичи даже. Хм. Оу, даже у Кирби есть что-то. Слушай, ну это же хорошо. Давай, ребята, тогда глянем. Я думаю, что можно что-то посмотреть у Бибопа. Давайте-ка глянем, что у него за навыки. Так, пузо. А, воздушный прыжок. Это Бибоп и пузо со спагетти. Слушай, я думаю, что вот этот удар нам нужно развить, потому что я им периодически, ребята, пользуюсь. Третья ступень. Отлично просто. Так, одно задание мы с вами завершили, но нам нужно... Так, поднять уровень персонажа. Это тоже в обязательном порядке мы сейчас сделаем. Так, у меня 16 с половиной тысяч мутагена, поэтому будем, наверное, с вами поднимать. Я хотел Змей Ковьюн, ребят, до 60 уровня. Получится или нет? Раз, два. Угу. Буквально еще один уровень, ребята, и мы его прапаем до 60. Хорошо. Потерпим пока. Главное, что еще одно задание мы с вами выполнили. Так, и сразиться в 10 боях. Так, поехали. В 10 боях. Я так понимаю, это в легком режиме, да, в нормальном. Так что давайте, наверное... Вот, вот этот вот знак мы будем с вами собирать. Вот этот вот автомобильный. Так, отлично. Давай еще. Ну и заодно, ребята, смотрим, как только мы выполним, сразу прекращаем. Все. Потому что порталы мне нужны. И пройдем быстренько. Давайте, наверное, с вами серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. По-быльненькому это все дело пробежим. И уже заберем полностью все наши награды. И будет у нас 5 откатов. Так, ну что, с этими ребятами я сейчас быстренько справлюсь. Практически моментально. Они здесь особо не разгуляются у нас. Да хорош тебе кричать-то уже, а. Блин, Рафаэль, конечно, крут. Очень крут. 100% контратака. Это, ребят, замечательно. Так, они захилялись. Ну что, я думаю, давайте, наверное, просто бомбить их. У них, правда, стоит ускорение. Ну, для нас это, ребят, ерунда на самом деле. Так. Добиваем. И остается один Маузер. Он бьет Криса. Крис. Так, Зек дает. Ну, ладно, хорошо. Я думал, у нас Крис Брэдфорд отомстит. Но Лео добил. Так, ну а здесь, я думаю, можно... Давай сделаем так. Усиление себе. И провокацию. И я думаю, что все, ребят. Мы здесь победим. Потому что будет сейчас у нас Рафаэль. Раздавать люлей. Каждому. Ну, давай, кто там? Ах, не хотят? Ну, ладно, давай так сделаем. Так, и остается их всего лишь двое. Минус один сейчас, наверное, будет, да? Ха-ха. Вот так вот. И этого тоже, ребят, пробиваем. Упс. Крис, у тебя что-то не получилось. Почему-то ты не смог пробить своим суперударом этого жиробаса. Ну, ладно, ребят. В любом случае, мы здесь с вами победили. Вы это прекрасно все видите. И, значит, это получается. Мы с вами забираем полностью все наши награды. Забираем. Забираем. И давайте-ка посмотрим, ребята, в магазине, что мы можем приобрести за сюрикены. Смотрите-ка. Саблезуба 5 ДНК. Давайте берем. Согласен я, короче, на замену. И все, да? По монеткам у нас 52, а Донателло у нас 60. То есть мы не получим ничего. Ну, а этих очков, ребята, у нас мало. Жетонов. Ну, все. Теперь со спокойной совестью мы переходим на турнир. Поехали, ребят. Так, тут особо выбирать не из кого, да? Поэтому давай вот начнем, пожалуй, с Виталика. Так, у него тут 14 уровни. Ну, нам-то, ребят, все равно. У меня, по-моему, минималка, да. У меня минималка 20. Так что быстренько сейчас мы это все дело наверстаем. Но не уверен, что мы с вами слишком высоко сможем подняться. Так как, еще раз повторю, ребят, сегодня вторник. Так, вся самая легкотня была в понедельник. Так, ладно. Бибоб дает. Ну, а мы шмальнем, пожалуй. Воу, Хан. Что за дела? Я не понял. Почему ты не упал? Кирби. Ну, давай попробуем. Наверное, мы... Ууу, Бибоб упал. И Кирби, наверное... Нет, еще живет. Ну, сейчас мы, ребят, ханарики. Да, все. Ну, понимаете сами, да. С самого начала все легко и просто. Потому что здесь и уровень маленький, и звездность персонажей, так скажем, слабенькая. Это у нас где-то будет до 40-го, до 45-го уровня. Все идти хорошо. Потом будут уже проблемки некие. И нам придется набрать слабеньких вместе с сильными. Ну, что же. Давай, наверное, возьмем Илью. Да, будем с Ильей, наверное, бомбиться. Так, у него 17-й максимальный уровень у персонажа, это у Хана. И 14-й минимальный. Тоже, опять же, повторю, ребят, для нас это ни о чем не говорит. Все здесь легко и просто. Я даже не буду думать здесь или гадать. Здесь вообще можно даже на автобой проходить, если честно. Но знаете, что автобой, автобой рознь. Мы можем с вами и попасть по крупнику, как это бывает иногда, да. Просто наш герой затупит что-нибудь и мы сливаемся. Поэтому лучше я буду ручками играть. Все, ребята, здесь мы тоже побеждаем и продвигаемся с вами, опять же, вверх по карьерочке. Так, у нас воин. Две звезды должны быть. Да, ребята, две звезды и 69-я позиция. То есть, после этого боя должны, наверное, мы перебраться на трехзвездочного воина. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю именно. Так, ну что, выбираем с вами Леонардо. Так, это у нас кто? Донателло или Лео? Ну и Рокстеди, естественно, Рокстеди. Как же без него-то? Без нашего носорога. Так, Макман, Лео и Бакстер. Хорошо, давайте, ребята, угощать их звездюлями. Воу, нифига ты. Вот это да, вот это Лео бомбанул, ребята. Ему бы еще немножко силы, и он бы, наверное, с удара смог бы Бакстера уложить. Так, Лео делает отхил. Не знаю зачем, все равно это ему не поможет, не спасет никоим образом. Минус Макман и... Ать. Но Лео всегда был, ребята, крепким парнем, поэтому... Ему пришлось давать два удара. Так, и мы с вами продвигаемся дальше. Я надеюсь, все-таки будут у нас три звезды. Ну-ка, проверим. Нет. Вот об этом, ребята, я вам говорю, что не все так просто... Не все так просто, как хотелось бы. Так, Илья, Куонг и Руслан. Слушай, практически все наши. Давайте, наверное, возьмем с вами... Опять Илья? Я же... Слушай, ребята, ну это говорит о том, что... Как бы вам сказать, игра сама подгоняет персонажей. Смотрите, я же недавно дрался, у него не было таких вот героев. А сейчас, опять же, тот же самый Илья. У него уже персонажи 21-20 уровня. Откуда, спрашивается, да? Ладно, давайте возьмем. У меня всего три персонажа и 30-го уровня. Я думаю, этого будет больше, чем достаточно, чтобы его разгромить в пух и прах. Раз он первого раза не понял. Вот шинигами мне, конечно, прокачать. Вот это было бы, ребята, круто, на самом деле. Как боец она мне нравится. Но она у меня такая слабенькая, что... Не могу ее брать во многие отряды. Вот только на лиге, в принципе, она и может себя что-то показывать. Опять же, на низкоуровневых игроках. Понимаете? Если взять такого же персонажа, как и она, 30-го уровня, я думаю, что она сольется у меня. Ну что, Лео? Готов распрощаться со своим здоровьем? Я думаю, он готов. Поэтому, ребята, с удовольствием его будут добивать. Ать, не тут-то было. Давай шинигами. Отлично. И причем вот мне нравится, что она сразу впадает в незаметность. То есть в инвиз. Она в нем стоит. Но, естественно, ребята, если она остается одна на поле боя, то невидимость, конечно же, не работает. И вот только теперь мы с вами попали на Воин 3 звезды. То есть, сами замечаете, ребята, как очень тяжело идет вот это вот все у нас продвижение. Так, ну что, Дмитрий, давай-ка, наверное, с тобой мы немножко поспарингуем. У тебя, я смотрю, 20-е уровни. 19-е, 18-е. Ну, как раз, ребята, для наших персонажей. Вот, уже пошло в путь по 4 герои. То есть, сейчас будет очень быстрый расход моих персонажей. Ну, я надеюсь, хоть до самураев-то мы с вами и дойдем. Так, ну-ка, Ропл. Отличненько. Так, давай бомбанем. Хотя надо было нам, на самом деле, Донателло бомбашить. Почему его? Потому что, ребята, он хилер. Так. О, да ты мажешь, парень. Вы все мажете. Ясно с вами тогда все. Тогда извините. Шутковать я тут с вами не собираюсь. Давай. Причем, да, что у Рафа, что у Дони есть один и тот же удар. Удар ногой. Как ни странно. И добиваем нейтрализатора. Отлично. Просто великолепно. Вот, честно говоря, я не понимаю, вот, Рокула. Вообще, кто он такой? Это какая-то, я так понимаю, обезьяна, да? Шимпанзе, макака. Причем профессор. То есть, судя по всему, что это был какой-то доктор, на которого упал мутаген, и он превратился, видимо, в обезьяну. У меня вот лично вот такое, почему-то, понимание. Потому что, ну, не просто названо, да? Профессор Роквелл. Так, ребята, берем здесь Пита, берем Рафаэля, Кейси Джонса, естественно, и Бибопа. Погнали. 23 уровень. Здесь максималка. Меня удивляет, как Пит бежит. Какой-то общипанный, на самом деле, как вам сказать, птенец. Если приглядеться, да, ребят? Так, ну что, бомбанешь ты мне карайку? Нет, не смог. Ну, это сделает Кейси. Так, ладно, давай-ка мы, наверное, Бакстера. Только не столько, а Бакстера-муху будем бомбить. Воу, прикинь. Вот это, ребята, круто мы бомбанули. Так, понятно. Добиваем. Муху. И теперь я уже буду браться, извините меня, за Стокмана. Ну, пробьем. Нет, не получается. А если вот так вот? Да что, чтобы сделать, что такое мощное-то, а? Остается лишь у нас один Донателло. Я думаю, что ничего уже его здесь не спасет. Так. У Кейси тоже, кстати, слабый удар. Вот этот вот. Да у них у всех. Они у меня 30-го уровня, да? Но скиллы у них, ребята, не прокачанные. А для того, чтобы они сильно бомбили, естественно, нужно прокачивать суперудары. А не только уровень. Не только уровень, повторю. Так. И мы с вами уже перешли в элиту. Уже что-то, да? Уже теплится надежда, что мы скоро с вами окажемся в самураях. Так. И почему-то до сих пор идут у нас 20-й уровень. Я думал, будут 30-е. Но нет. Так. И мы возьмем с вами, наверное... Да, я возьму Алекса. Будем драться с ним. 22-й, 23-й уровень. Так. Давайте-ка мы определимся. Рафаэль. Микеланджело. Кейси Джонс. И Астрозуб. Вот эта команда, я думаю, что здесь разнесет их в пух и прах. Угу. Начнем-ка мы, пожалуй, с Кирби. Начну я именно с него. Бомбим. Отлично. Постепенно урон еще повесили. Так. Микеланджело бросает бомбочку. И давай-ка мы бросим вот этот флакончик с краской. Хм. Так, ребята. Кирби отдуплился. Вы это только что видели. Давайте-ка мы, наверное, Биба поуничтожим. А потом уже вот так сделаем. Микеланджело. Все. И Рокстеди здесь один, ну, ничего не сделает. Да, он, конечно, бьет своей мощной атакой. Мы просто понтуемся сейчас в данный момент с вами. Я делаю отхил. Хотя можно было и без него обойтись. Но-ка, получи-ка шокером. Вот. Еще и снизили ему атаку. Точнее, скорость. Дыч. И добил Рафаэль его. Очень даже прикольно получилось. Блин, я, кстати, если бы у меня были бы, ребята, все герои, например, черепашки фильма, я бы, наверное, такой бы, знаешь, челленджевый делал бы. Каждый персонаж из определенных серий. И ими проходить. Это было бы круто. Так, ну что. 32-я. У нас, ребята, позиция. Нуб. Так, Алексей и Нина. Я, наверное, возьму Нину. Давайте с Ниной попробуем подраться. У нее больше всего очков дается. Так что будем разбираться. Острозуб. Кстати, ребята, здесь опасно. Возьмем Джастина. Слушайте, мы так можем с вами доиграться сейчас в данный момент. Я возьму, наверное, сюда на всякий случай вот этого Rocksteady 45-го уровня и слэша. Потому что здесь 31-32 уровни, тем более массовые атаки. Вы сами понимаете, что это очень критично для моих 30-х уровней. Поехали. Ага, поехали. Он начинает первым ходить. Ладно. Нам нужно ликвидировать с вами Эйприл. Ну-ка, посмотрим, насколько мы дамажим. Угу. Я больше чем уверен, что Острозуб не добьет ее. Ну, по крайней мере, ми... Ай-яй-яй-яй-яй. Хиляет она. Давай-ка тогда сделаем жарку из всех. Тыдыщ. Нифига он бомбанул. Так. Донни минус. Отлично. Это просто, ребята, красота какая-то. Как ты мажешь-то? Как ты мажешь-то? Все. Ой-ой-ой. Опасно, ребята. Знаете почему? Потому что очень мало здоровья у Саблезуба. Так. Ну-ка, пробьем. Нет. Фух. Нам повезло, ребята. Крупно повезло. Не хотелось бы сливаться на ровном месте, да? Когда нам нужны очки для того, чтобы как можно быстрее набрать престижа себе и быть уже, как говорится, во, в элите две звезды. Слушай, наверное, два боя нам придется сделать, чтобы в элиту три звезды, а там, как говорится, уже и до самураев подать рукой. Райан, Александр и Алл. Хм, заманчиво. Ну, я думаю, что кто-то из них должен быть. И это будет, скорее всего, Райан. Давайте возьмем Райана. У него, во-первых, много за него очков дают, да? Во-вторых, персонажи, ну, сами видите, бронзовые плюс уровень какой. Как раз, как говорится, для нас самое то, самый подходящий. И вот так вот, наверное, мы с вами сделаем. Я думаю, что все у нас здесь получится. Единственное, что... Хотя нет, хиллер у меня есть. Может быть, как-то с вами здесь все-таки проживем, протянем. Начну я, пожалуй, с Кирби. Так. Вау. Слушай, неплохо. Так, ладно. Пока не будем ничего, ребята, сделать. Надо уничтожать нам Кирби. Так, подожди. У нас вот это вот атакующий, да? Да. Бьет ножами, бабочками. Давай. Отлично. Так, не надо мне, пожалуйста, тут трогать мою лисичку. Так, крит. Крит и уклонение, ребята. Вот это я понимаю. Вот это мы с вами сделали. Так, я вот думаю, что он... Вот, наверное, будет бомбочка здесь. Поэтому давайте-ка попробуем Микеланджело уничтожить. Постепенный урон еще повесили. Бакстер промахивается у нас. Почему-то, ребята, они все на лесу мою реагируют. В чем проблема у него гонять? Минус майки. Так, Хан психует. Давай вот так сделаем. Да-да, ребята, это, по-моему, на уклонение у нас идет. А, на скорость. Ну-ка. Упс, защиту понизили. Так, контратака есть. Да, ребята, падает на бакстер, стоп, на контратака. Продолжаем бомбить. Начнем с Криса. Пол-ХП за удар неплохо, я скажу вам. И добивочно. Нет, не добила. Лисичка, как же так? Почему же ты не смогла добить? Хан выеживается. Ну, хорош уже. Так, попробуем, ребят. Все-таки морозильная кошка очень, ребята, слабо бомбит. Ну, серьезно вам говорю. Очень слабо бомбит. Мне не нравится, какая у нее атака. Ну, давай вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хопа. Слабо. Очень слабо, я тебе скажу. Давай-ка мы вот так вот возьмем, ребята, провокацию на Крипа. И не будем пока хиляться. Я надеюсь, он не бомбанет. Оу, щет, тихо. Да что он такой? Я не могу, ребята, его пробить. Ты прикинь? Сейчас Маузеру запустят, да? Нет? Фух. Нам повезло, ребята. Он бы мог Маузера вбомбануть. И тогда бы, я боюсь, ребята, все. Только мы проиграли бы с вами. Но здесь все четенько. Хм, странно. Неужели он не выучил этот суперудар? Ну что ж, всякое бывает. А мы с вами продвигаемся дальше. С 88-й позиции мы поднимаемся на 38-ю. Да, ребята, еще один бой. И мы с вами на 3 звезды в элиту попадем. И начну я, пожалуй, бомбить. Ну да. Лехо. Или Леха. Скорее всего, это Леха. Но он назвался почему-то Лехо. Слишком много нас, Алексеев, я смотрю здесь. Берем, короче, с вами Макмана. Берем пульверизатора. Так, я тебя, по-моему, увеличать. Возьму Монда Гека. И к этому ко всему я возьму Шредера плюс... Шредера плюс Усаги. Да. Вот это будет сейчас, ребята, комба. Самый здоровский здесь, так это Усаги. Наверное, многие со мной согласятся, что Усаги это вообще имба. Оу. Ничего себе, ребята. Прыжок идиотов был, да? Так. Защита, контратака, тоган на Монда Гека. Давай бросим краску. Ага, Крис Брэдфорд упал. Что, ты ускоряешь ребят своих? Да, ребята, он ускоряет и вешает крит. Ага, этот еще и захиливает. Что же нам сделать? А что это у нас за удар такой? Демонстрация силы. Это, по-моему, ребята... Так, ну-ка, давай-ка проверим. Например, вот здесь. Что он сделал? Тихо! Так. Да ладно тебе. Смотри, что творит, а? Ты смотри, что он, ребята, творит. Так, Лео надо ликвидировать отсюда. Ах, живучий паразит. Так, ребят, секунду, секунду, секунду. Давай просто бомбанем его. Все, отлично. Так, следующий... Следующий у нас будет, наверное, Бакстер Стокман, да? Поехали, ребята. Сделаем супер-атаку. Воу! Я же говорю, Усаги это что-то, ребята. Усаги это красота. Так, ну что, крит-удар. Опа, не надо вот этого. А мы живы. А мы, ребята, оказались живее, живучих. На тебе. Ээээ, давай-ка ухмылочку. Так, ребята. Отхил у нас, да, будет с вами? Слушай, смотри, какой Ванька, да, крепковатый парень. Не пробивается, гаденыш. Вот, только Макман его смог одолеть. На. Давай, Шреддер, бомби, Гекко. Что ж ты не можешь? Ладно, Усаги доделает эту работу. Причем в чистом, ребята, видим. Мне нравится, как мы с вами проходим. Не спеша, не нервничая. Все у нас идеально. Все очень хорошо, ребята. И, да, мы в элите 3 звезды на 85-м месте. И это только начало, ребята. Это только начало, как говорится, великой бойни. И следующим, кто у нас будет, это Рикардо. Да-да, именно Рикардо будет сейчас драться со мной. Точнее, я, наверное, буду с ним драться. Берем с вами Дони. Возьмем Бибопа, жирного кабанчика. Я возьму Пицелицева. И ко всему этому я приправочку сделаю из Микеланджело, пожалуй, и из Шреддера. Да, Шреддеры. Почему именно их взял, ребят? Ну, здесь вот, например, да, если у Дони есть массовая атака, то у Шреддера тоже вместе с Пицелицем. Так же, как и Микеланджело. Давайте, ребят, смотреть, что у нас сейчас будет вообще происходить. Понижение атаки будет? Да, у двоих понижение атаки, плюс массовая атака от Шреддера. Как минимум, должно два упасть, чувака. Даже три. Ну, этого я не ожидал. Ну, для нас лучше. Чем меньше персонажей вражеских, тем лучше для нас, ребята. Так, бомбим Мандагека. И остается добить только лишь Хана. Давай так. Оп. Плюшечку, как говорится, бросили в него, да? И все, и он готов, ребята. Ну, а мы с вами продвигаемся, естественно. Дальше, выше. К сложностям, да. Это пока разминки у нас. 43-я позиция. Неплохо мы с вами прыганули через 40-то мест. И вот здесь нужно, ребята, определиться. Так, я не знаю, что такое Эльфир. Эльфир, да. Я буду Эльфира брать, потому что персонажи хоть и 30-го уровня, да, практически все, даже 34-й уровень. Но посмотрите, какая звездность бронзовая. Конечно же, ребята, бронзовая звездность, это говорит о чем? О том, что враги очень будут слабенькие. Поэтому я возьму здесь Тигра. И я думаю, мне будет достаточно... Даже, я думаю, Крысиный Король здесь справится со своей массовой атакой, когда он будет вызывать крыс. Чуму, короче, да, на наших врагов насылать. Но у него, ребята, есть хил. Проверим. Сможем одолеть? Ой, красотища-то какая. Ой, надо было мне, ребята, просто... Ладно, и так выиграем. Просто у Леонарда была массовая атака, волна. Можно было ее сделать, и не надо было бы здесь два хода пропускать. Ну что, погнали, ребята. Ну? Ех! Мы уже в самураях. На сотом месте. Ладно. Это уже плюс для меня, что уже в самураях. За один день добрались мы с вами. Так, и давайте-ка, ребята, определимся. Я думаю, что нам нужно брать ноунейма. Почему ноунейма? Потому что у него вместо имени знак вопросов. То есть он не определен. Я возьму Леонарда. Я возьму здесь сплинтера. У нас же больше никого не осталось. Нету никого, ребята. Мы идем с вами вообще нога в ногу. И в этом весь смак. Так, возьмем с вами Кунаичи. Бакстера Стокмана. И я думаю, что здесь надо взять какого-то массовика-затейника. И это будет у меня... Это будет у меня змейка-авьюна. Наверное, скорее всего, здесь одного змейка-авьюна и достаточно будет. Не уверен, конечно, что он сможет с одной плюшки всех положить. Но мы сейчас это проверим. Так. Ну, согласитесь, это классно. Так, Лео, ты нам здесь не нужен. Иди домой. Так, давайте мы, наверное, с вами попробуем... Ну да, Крис как оптималка. Потому что здесь везде пониженная так идет. На Криса самое то, что нужно. Давайте с вертушки его. На! Замечательно. Так, я не буду, ребята, здесь делать усиление сплинтером. Потому что оно ни к чему. Мы и так здесь с вами справимся. Без проблем. Так, Роквелл у нас упал. И остается лишь Рокстеди. Добьем мы его, так нет? Нет. Не вышло. Почему я вам, ребята, и говорю, что вот второй атакой я всегда добиваю? Мне кажется, что Анна сильнее, чем первая. Я имею в виду Змейка Бьюна. Ну что же. Давайте двигаться дальше. Сотое место у нас было. Остановится. Шестьдесят первое. Ну, почти, ребята, половину. Почти половину мы протопали с вами. Путь довольно был пока легким. И я выбираю... Я выбираю, ребята, Сандора. Потому что за него дается большее число бонусов. И вы сами понимаете, что у меня персонажи уже как раз подоспели к его уровню. Так, возьмем, пожалуй-ка, мы с вами не Хана, а возьму-ка я Кунаичи. Ой, Кунаичи, елки-палки, Карайку, конечно же, ребят, Карайку. И возьму я здесь Ваньку Стиранко. Вы заметили, что Ванька Стиранко в большей части групп вражеских фигурирует? В принципе, я в свое время, вы помните, да, Ведуски тоже очень сильно хотел себе Ваньку Стиранко именно в прокачку. Для того, чтобы у него была массовая атака. И именно вот в гранатомет, у него вообще две массовые атака, гранатомет и пулеметные дроби. Давай пулеметные дроби бомбанем. Почему именно ей бомблю? Потому что она прокачана лучше, чем гранатомет. Так, и давай, наверное, ребята, попробуем вот так телепатом. Смотри-ка, Майки живучий, а? Был, был живучий, ребят. Ну, конечно же, его здесь ничего не могло спасти. Ну, а мы с вами дальше продвигаемся. Так, 61-я дабл-оппозиция. Смотрим, куда мы сейчас с вами прыганем. 24-я, то есть еще один бой, и мы в Лиге Сегунов 2 звезды. И это будет круто. Кулиан. Кулиан, да? Стефан, Кулиан. Давай посмотрим по очкам. Естественно, ребят, по очкам у нас выигрывает либо Кулиан, либо Джина. Я возьму Кулиана, потому что, ну, у него послабее будут противники. Так, беремся, значит, Хана. А тут можно, ребята, уже даже не думая, кого брать, потому что у нас 50-е уровни, а у него максималка идет 42-й. То есть, в любом случае, при любом раскладе мы ему наваляем. Что бы он ни делал, как бы он ни старался, как бы он ни пищал, ни просил о помощи, его здесь ничего не спасет. Даже если я буду, ребят, поддаваться. Ну, а я поддаваться-то не буду ведь, так? Отлично. Мы у ворот поставили себе, и давай дальше бомбить. Ой, как хорошо Крису-то досталось. Но, паукус. Шикарно. Просто шикарно, ребят. Так, массовая атака от Кирби. Вообще, very good. Ну, что ты там снимаешь? Что ты снимаешь? Никакого негатива нет. Он решил отхиляться, да? Ладно. Раф, дело твое, но ты думаешь, это тебя спасет? Давай-ка вот так хвостом бомбанем. Слабо как-то бомбанули. Отлично. Пробивной. Вау, ничего себе. Майки, ты меня радуешь. Ну, ребят, я честным скажу, что я не жалю и о том, что я его начал прокачивать. Микеланджело очень-очень хорош. Мне нравится вот его на этот скилл. Танцпол, который дает офигенный ворот просто-напросто. И мы уже в самураях две звезды. Мы с вами очень круто продвигаемся. Мне нравится, как мы двигаемся. Так, ни одного, ребята, проигрыша пока не было у нас. И не будет. Знаете почему? Потому что у меня остались высокоуровневые персонажи. Можно просто играть на расслабоне. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, давайте сделаем так. И остальных потом троих мы разыграем. Да, у нас, конечно, будет минимальное количество бонусов. Но зато все, абсолютно, ребята, все персонажи у нас отыграют свою роль. И для меня это самое то, что нужно. Крик души от Карайки. И все, ребята. Ну, сами понимаете, здесь никаких шансов не было у них на спасение. Ну, в любом случае. В 60-е, в 70-е. А сейчас вообще пойдет тяжелая артиллерия в 80-е уровни. Мне бы, конечно, хотелось бы забраться как-то вот в Самураи 3 звезды. И там зависнуть пока. Потому что я прекрасно знаю, что на следующий день меня ребята отсюда сбросят с этого пьедестала. И мне придется опять карабкаться наверх. Так, точно у меня все сыграли здесь? Да, ребята, абсолютно все. Поэтому давайте последнюю тройку игроков. И знаете, что самое прикольное в этом? Что мы с вами не тратили откаты. Вы понимаете, да? О чем я? То есть на следующую игру у нас будет уже не 5 с вами откатиков, а 10. А это самое оптимальное для того, чтобы продвигаться дальше. И, кстати, один из подписчиков мне сказал, чтобы я не тратил все эти очки. Потому что, ну, на самом деле, да? У нас здесь разыгрывается Леонардо. Можно просто их копить. Бог с ним, что мы с вами получим мало там очков всего. Но зато на следующий бой мы можем... На следующей неделе можем отыграться по полной программе, когда у тебя там, например, 100 откатов. Да? И ты просто откатываешь, откатываешь и забираешься в мастера. Три звезды и получаешь супер-мега там ревард. Это круто было бы. Ну, я же нетерпеливый. Мне надо все и сразу. Так, ну что, ребята. У нас с вами сколько? 5 откатов. Всего лишь 5. Ладно, я не буду, ребята, тратить. Хотел, думал, что поищем сейчас с вами какие-нибудь осколочки. Но не будем. Даже здесь я, ребята, не буду разыгрывать. Хотя очень хочется. Ну, сами понимаете. У нас за одну... А у меня даже и не хватит. За одну рулетку. Это, извините меня, 6 порталов надо тратить. Но это очень дорого. Можно было бы, конечно, пойти в воспитание. Но я думаю, что, ребята, мы с вами лучше это дело проиграем завтра. Да? Так будет лучше и интереснее. Ну что же, тогда будем закругляться. Я за кадром понабиваю себе мутагену. Он нам пригодится. Ну, а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Рэй. Рэй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok